Привет, друзья! Меня зовут Александр Макушин и на своем канале я рассказываю о том, как редактировать фотографии. Сегодня у нас выпуск для новичков. Да, тема очень простая и даже в каком-то смысле банальная. Они миллион раз говорили и говорят фотографу на ютюбе, но я считаю, что у меня должно быть подобное видео. Чем я хуже других? Если отойти от шуток и перейти к делу, то показывать, как работает виньетка, буду на снимке, который сделал в начале лета. Хотя я не фанат виньетки, этот прием в очень простой форме позволяет сконцентрировать зрительское внимание на объекте съемки. Поэтому это может быть портрет, пейзаж, нутюрморт и так далее. Главное при создании виньетки знать меру и не делать ее на каждом снимке, особенно если вы снимали в закрытом помещении с несколькими источниками света. Сразу перейдем к первому способу, он наиболее простой и доступный. Независимо от того, в каком формате вы снимали, в RAW или HPEG, создать виньетку довольно просто. Мы заходим в фильтр, фильтр камеры RAW. Берем радиальный фильтр и определяем область, которую мы не должны затемнять. Делается это вот таким образом. Можно поменять угол наклона и размер. С помощью ползунков экспонирования, контраста, света, цветовой температуры мы можем влиять на нашу виньетку. Я покажу очень быстро. На мой взгляд виньетка готова. Нажимаем ОК. Так у нас было два. Так стало после. Мы получаем очень простую виньетку, но что-то изменить здесь будет невозможно, так как мы работали на одном слое фотографии. Посмотрим на второй способ. Здесь мы берем инструмент Овальная область. И снова определяем ту область, которую мы будем выделять на снимке. В данном случае это наша модель. Все остальные области мы специально затемним. Так как нам необходимо воздействовать вот на эту внешнюю область, как раз на нее и будем ориентироваться. Нажимаем правую клавишу мышки и инвертируем выделенную область. Затем мы создаем новый корректирующий слой Кривые. И уже определяем ту степень затемнения, которая нам нужна. Остановимся, к примеру, вот на таком варианте. Мы видим, что у нас есть жесткая граница, от которой необходимо избавиться. Сделать это можно также двумя способами. Первый способ. Мы заходим в фильтр. Далее Размытие. Размытие по гауссу. И определяем радиус пикселей, чтобы получить очень мягкое размытие. Довольно жесткий вариант. Гораздо мягче. Вот идеальный вариант. Давайте посмотрим до и после. Есть более доступный вариант. Он гораздо проще и быстрее. Мы просто кликаем по вот этой созданной маске кривых дважды левой клавиши мышки. У нас появляется специальное меню, где мы видим показатель растушевки. Просто крутим ползунок и получаем размытие нашей границы. Давайте посмотрим до после. Этот способ, как я сказал ранее, работает гораздо быстрее размытие по гауссу. Если нам хочется поработать с виньеткой, сделать ее больше или меньше, мы нажимаем клавиши Ctrl-T. Либо заходим в редактирование. Свободное трансформирование. Работаем исключительно со своим кривой. Здесь мы можем увеличивать область виньетки. Уменьшать эту область. Менять угол наклона. Кликнув по иконке кривые, мы можем снова воздействовать на виньетку. Делать ее более контрастной, более темной, светлой и так далее. Вот так выглядел оригинальный снимок. И вот так он выглядит с виньеткой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие ролики. Любая активность – это огромная мотивация для меня записывать новые уроки. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.